Первый в Московской области центр активного долголетия и реабилитации открылся в поселке Малаховка городского округа Люберцы. Он создан с использованием новейших технологий и с применением современного оборудования. На торжественном открытии побывала наша съемочная группа. Пять специализированных отделений, два новейших корпуса, 70 просторных комнат, 14 комфортабельных апартаментов. А еще круглосуточное медицинское обслуживание, пятиразовое качественное питание, отличные оборудованные комнаты для игр, досуга и занятий спортом и целый штат высококвалифицированных специалистов. Центр гериатрического ухода и реабилитации «Малаховка» готов принять посетителей и сделать их пребывание здесь максимально приятным. Он построен с учетом мировых технологий, учтены все возможные гериатрические синдромы, беспороговая среда везде и всюду. Мы можем любого человека вывезти на улицу погулять. Это круглосуточное наблюдение квалифицированного персонала. Чтобы создать этот уникальный, первый, пока единственный в своем роде на территории России и Восточной Европы центр, команде компаний-застройщика пришлось изрядно потрудиться. Мы построили этот комплекс на основании технологий, которые ездили и собирали по всему миру. Мы смотрели, как устроены заведения подобного уровня во Франции и в Израиле. Мы смотрели, как работают наши итальянские коллеги и коллеги из Канады. В России, поскольку такого еще не строилось, соответственно, архитектор вообще не понимает, что это такое. Мы поняли, что надо сначала архитекторов свозить и показать, как там это делают, показать это все, чтобы привести к нам. Глядя на результат проделанной работы, можно сказать, у них все получилось. И вот 8 июня, в День социального работника, состоялось торжественное открытие Центра активного долголетия «Малаховка». Мероприятие посетил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. В режиме прямого включения в рамках Второго Всероссийского форума социальных инноваций, вместе с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко, он дал официальный старт началу работы учреждения. И мы можем гордиться, потому что, как говорят специалисты, такой Центр в России первый, и он у нас в «Малаховке». Это очень важно. Я вас отмечаю. Поздравляю. Несмотря на то, что официальное открытие Центра состоялось 8 июня, первым днем его работы сотрудники «Малаховки» считают 6 число. Ведь именно тогда к ним приехал первый посетитель – Степанида Афанасьевна Севрякова. Работники Центра сразу полюбили ее за добрый нрав и светлую энергетику. Семья Степанида Афанасьевны часто навещает ее. Но проведать пенсионерку приезжают не только родственники. Владимир Петрович приходил, поздравлял, принес цветы. Степанида Афанасьевна конфеты принес. Мы сейчас у нас второй завтрак в 11. Мы решили чай с конфетами попить. В этом году у Степанида Афанасьевны юбилей – 100 лет. Сотрудники Центра готовятся с размахом отметить это событие. Здесь каждый день пенсионерки наполнен интересными и полезными занятиями, прогулками на свежем воздухе и приятным общением. Есть такое понятие, как бытовой тренинг, для того, чтобы Степанида Афанасьевна не забывала. Не забывайте, 99 лет мы с ней делаем зарядку по мере возможности. То есть мы делаем весь спектр тех упражнений, тех работ, чтобы она не забывала. Это мы делаем исключительно для того, чтобы, опять, еще раз повторяю, с моей психологической точки зрения, чтобы ее память сохранялась. Степанида Афанасьевна пока единственный посетитель Центра активного долголетия «Малаховка». Но уже к концу этого года ожидается стопроцентная заполняемость всего комплекса. Мария Лапочева, Дмитрий Родзянко и Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.